Чтение. При этих словах сразу всплывает в памяти идиллическая картинка. Уютный свет лампы под старым абажуром, одухотворенные лица и шорох страниц. Старшее поколение выросло на книгах. Они чтут литературных героев своего времени и могут передать молодому поколению любовь к книге и чтению. Для меня книга – это удивительный друг и, самое главное, это хороший собеседник. Вот почему я выбрала профессию библиотекаря. Потому что здесь не только любовь к книге. Я люблю книги, я люблю их сама читать и люблю рекомендовать их своим близким. Но самое главное, работа библиотекаря заключается в том, что он рекомендует книгу другому собеседнику, другому читателю, где открываются удивительные миры. И, конечно же, самое главное профессия библиотекаря – это привитие любви к чтению других читателей. Чтение хороших книг – одна из лучших инвестиций времени. Важнее, пожалуй, лишь общение с близкими, которые нуждаются в вашей поддержке. Самое ценное, что вы можете сделать для тех, кто вам дорог, проводить с ними время и дарить хорошие книги. Мы ветераны старшее поколение, понимаем большую ответственность, любую ответственность перед нашими внуками, как перед будущим России. И библиотека – это именно то идеальное место, где мы можем с ними назначать встречи, общаться. Общаться здесь через книги, через богатый очень книжный фонд. Для меня в самом страшном детстве было, когда родители мне говорили, сегодня ты читать не будешь. Ну, если за что-то меня наказывали. И помню очень хорошо один случай, это было в классе третьем. Одна девочка, которая училась, ну, чуть-чуть хуже меня, она так с гордостью подошла и сказала, скоро у меня будет день рождения, мне родители подарят такое, что я буду учиться лучше, чем ты. Но я в силу своего возраста начала перебирать, что это – волшебная палочка, дудочка, там, цветик-семицветик. Я она так с гордостью повернула голову и сказала – книга. Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека при поддержке Союза специалистов в сфере охраны психического здоровья реализует проект «Два поколения объединяет чтение», ставший победителем четвертого общероссийского конкурса профилактических программ в сфере охраны психического здоровья детей и подростков «Здоровое поколение». Ключевыми стали литературно-просветительские мероприятия с участием чубашских и российских писателей и поэтов старшего поколения. Многие из них сегодня, с сожалению, признают, что современные дети – мало читающие поколения. Даже появилось научное название нечитающих детей – это цифровые отрождения, которые не привыкли к чтению. Визуальная культура, неумение сосредоточиться, отсюда неумение узнавать информацию и в конечном итоге неумение сострадать, сопереживать и сочувствовать. Это проблема во всем мире. Поэтому важно не упустить молодежь, вовремя обратить внимание на проблему и начать заниматься с ними. Для того, чтобы могли обсудить, проникнуть с заботой, с вниманием, проникнуть в суть ребенка и помочь ему разобраться в прочитанном, обговорить это, чтобы книга, она закрепляла в нем любовь и веру в самого себя прежде всего. И поэтому очень важно, чтобы ребенок, закрепив материал, умел рассуждать, умел видеть и слышать, о чем ему говорили и что он прочел. Важную роль в укреплении связи между поколениями, воспитании духовно-нравственных ценностей и в проявлении потребностей в интеллектуальном и духовном росте является взаимодействие подрастающего поколения и людей старшего возраста. Жизненный опыт, духовные ценности и традиции, сохраненные и приумноженные старшими, должны стать наследием молодых. Книга эта могучие средства развивает воображение детей. Книги, адресованные детям, лишь тогда чего-нибудь стоят, если маленький читатель в них найдет ту группу высшей справедливости, которая координирует внутренний мир человека в лучшую сторону. Читать меня научил мой отец. Его многогранный талант, педагога и общественного деятеля расширял мой детский кругозор, открывал красоту родного края и многообразие мира. Теперь, встречаясь с детьми, я стараюсь через книгу, через тюварский язык донести мудрость предков, их величие, национальные традиции и обычаи. Бережные отношения в семье. Книги закладывают трепетные отношения к знаниям, становясь надежным фундаментом для любопытной души ребенка, открывая ему удивительный мир, в который он пришел. Совместные чтения сделают семью сплоченнее и понятнее для созидательных диалогов и понимания друг друга. А это основа гармонии семейных отношений. Два поколения объединяет чтение. И в этом нет, поверьте мне, сомнения. У старших мудрость, опыт и терпение, свет знаний и забота, и волнение. У младших увлеченность, восхищение, желание самим найти решение. И радость от взаимного общения. Два поколения объединяет чтение. Чтение открывает огромный, прекрасный, интересный, удивительный мир, в котором возможно все. Оно меняет окружающее пространство, делает человека лучше. Откройте книгу и погрузитесь в волшебство. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok